ВСУ заявили о том, что россияне атакуют на направлении Часов-Яр под угрозой Константиновка. Константиновку в свое время мы разбирали, гадая, чья ракета прилетела. И это было все-таки в тылу украинских войск, а теперь она находится под угрозой. Что можете сказать по этому поводу? Я думаю, что она и до сих пор находится в тылу ОСУ. Если посмотреть на вот эту карту, то и сопоставить с теми сообщениями как из Украины, так и из России, то видно, что основные бои идут вокруг четырех бывших деревень. Это Богдановка, Ивановская на севере, но к северу от Бахмута и Клещеевка и Андреевка к югу. Клещеевка и Андреевка – это были населенные пункты, видимо, какие-то небольшие деревушки, которые постоянно мелькали в военных сводках, начиная где-то с июня месяца примерно, со второй половины июня. Вот там шли бои. Тогда наступали вооруженные силы Украины, пытаясь охватить Бахмут с юга. Но теперь наступают российские войска. Но вот уже, ну сколько это уже, несколько месяцев длится, с середины октября. В общем, там бои идут и идут. Действительно, вот эти Богдановка и Ивановская, они интересны тем, что они находятся на направлении на Часов-Яр. Там есть дорога, которая идет, ну несколько дорог, которые идут к этому городку. Ну и кроме того, есть основания предполагать, что из Ивановского, вот если там будет достигнут какой-то успех, если эта деревня будет взята российскими войсками, значит, они могут повернуть на юг и попытаться охватить, окружить вот это вот то, что видно на этой карте, как такое зеленое пространство или там территория, закрашенная зеленым цветом. Это там, где находится, видимо, значительная группировка вооруженных сил Украины. Теперь, что касается непосредственного продвижения уже Константиновки. Задача номер один для русских войск – это выход на канал Северский Донец-Донбасс. Он на этой карте показан вот такой достаточно широкой пунктирной синей линии. Он действительно, это не только схема, он действительно идет практически по прямой. Его можно увидеть на карте, можно увидеть на спутниковых снимках. Канал действительно важный для оккупированной части Донбасса, потому что там не хватает воды. Ну, а вот этот канал, он, собственно, и был построен в свое время для того, чтобы питать, ну, где-то доставлять воду в Донбасс от севера, из реки Северский Донец. Ну, и уже более такая отдаленная перспектива, ну, видимо, где-то к концу весны, к началу лета. Если у России будет получаться, а это не факт, значит, тогда можно предположить, что задача, одна из задач, таких серьезных задач на российской армии будет ликвидация того, что можно назвать, и иногда называют «Северский выступ». Ну, он виден на этой карте, вот, понятно, такой четырехугольник, направленный в сторону оккупированных территорий. Что касается Константиновки, ну, да, Константиновка является очевидной совершенно целью. Российских войск об этом говорят уже на протяжении, там, я не знаю, полутора лет. Ну, смогут они туда пробиться или нет? Один бог знает, что пока непосредственной угрозы для этого нет. Ну, а там дальше будет зависеть от того, как будут развиваться события уже в летнюю кампанию. Я думаю, что весной, вот, до начала лета, ну, в лучшем случае для русских, они возьмут часов яр. Но это в лучшем случае, и это далеко не факт. Есть у нас и новости не только с фронтов, вот, значит, но, так сказать, с фронтов информационных. Не с фронтов таких, а с фронтов информационных. В частности, я накануне заметил, что у пропаганды прямо как-то подгорело насчёт того, что умер какой-то польский генерал, которого они одни знали, ну, и в Польше, разумеется, безусловно. И они схватились за это и говорят, да он точно, он не просто умер, он в Украине был убит. И это самый высокопоставленный иностранный, значит, военнослужащий, которого там убили. И вот на основе этого, значит, всё дальше. Есть ли хотя бы какие-нибудь данные о том, что это произошло в Украине? И вообще, что вы знаете об этом? Ну, это из серии их нравы, если говорить о русской пропаганде. Значит, история такая, да, действительно. Был некий польский генерал Адам Марчак. Он такой нормальный карьерный, военный. Ему, значит, кончил он военное училище в 94-м году. Но, соответственно, ему где-то, наверное, немного за 50, я так думаю. Хотя точный возраст я, увы, не знаю, просто не нашёл ещё. Он действительно скончался 26-го, то есть вчера. Об этом в Твиттере было сообщение польского министерства обороны. Вот я его специально, значит, скопировал и даже перейдил с помощью гугла. Там говорится о том, что, да, вот был такой генерал, он был начальником штаба некой операции Альтея, это операция ЕС-НАТО в Боснии и Герцеговине. Значит, там 600 военнослужащих уже на протяжении многих лет пытаются поддерживать какой-то порядок. Ну, там, в общем, ну и поддерживают, конечно. Значит, говорится в этом сообщении, что была неожиданная смерть этого генерала. Ну, и там выражается соболезнование семье и близким там и так далее и тому подобное. Значит, что делает российская пропаганда? Во-первых, неожиданную смерть они переделали вовнезапно. Ну, некоторое, значит, было, ну, там, понятно, эмоционально немножко иное восприятие. Затем смерть переделали в гибель. И, значит, сообщают о том, что погиб, не умер, а погиб. Это уже еще более такая, ну, в общем, намек достаточно понятный. Ну, и вот до вечера прошлого вчерашнего дня, до позднего вечера, в общем, ну, сообщали, да, погиб, где там умер, погиб, тут где-то так, без особого внимания. Если я правильно воспроизвожу событие, то примерно в 10 часов вечера вчера известный персонаж Сергей Александрович Марков написал в своем телеграм-канале, известный как «Логика Маркова», ну, логика понятна, какая у него, что вот, по некому, значит, большинство считает, что этот самый генерал Марчак был убит в Украине. И там вот с этого момента, значит, пошла разворачиваться такая совершенно разнузнанная компания информационная, в которой говорится о том, что Марчак погиб в Украине, погиб где-то вот под, значит, в районе Часового Яра, о котором мы только что говорили. Там якобы некое, был поражен Искандером некий командный пункт, а вот на этом командном пункте находились натовские советники вооруженных сил Украины. И вот, значит, не просто, скорее всего, а вот уже это подается как некий свершившийся факт. Ну, вот, собственно, и все. Никаких оснований для того, чтобы увязывать неожиданную, неожидавшуюся смерть генерала, который погиб где-то в Бельгии, но не погиб, прошу прощения, умер где-то в Бельгии, потому что штаб этой самой Аутеи находился под Брюссельом, в местечке МОЦ, где находится штаб объединенной командования НАТО, объединенных сил НАТО. Ну, вот, собственно, и вся история. Как я понимаю, значит, Сергей Александрович Марков, ну, это его известные фантазии. Фантазии у него богатые. Вообще человек во многих отношениях известный. Понятно, значит, но на этом, собственно говоря, все не заканчивается и, так сказать, не останавливается. Не заканчивается. Ни российская пропаганда, ничто. Вообще, Зет-канал еще пишет, что генерал, руководивший взятием Авдеевки, получил Героя России. Но тут никакой особой конспирологии нет. Нет, просто там же, ну, суть в том, суть этой, как бы, суть странности этой новости, не знаю, в том, что в ходе взятия Авдеевки погибло очень много российских военнослужащих. Да. Тут, собственно... Они погибли, а Героя получил, значит, генерал. Ну, в общем, все по-настоящему. Как вам происходит? Как всегда. Значит, ничего в этом действительно неожиданного нет. Генерал Мордвичев – это такой типичный представитель молодого, ну, сравнительно молодого поколения российских военачальников. Ему еще нет 50 лет. Никакими особыми военными талантами он не отличался. Но вот, готовясь к передаче, я нашел любопытный эпизод, который характеризует и генерала Мордвичева, и, я думаю, характеризует, так сказать, направление мысли российского военного командования. Значит, в сентябре прошлого года, видимо, 10 сентября, судя по всему, генерал Мордвичев разговаривал с Владимиром Соловьевым. И вот был такой любопытный эпизод в этом разговоре. Значит, Соловьев спрашивает Мордвичеву, «Война надолго». У нас он даже распечатан есть, можете следить глазами, да. Да, но он спрашивает, «Война надолго». Ну, знак вопроса. Мордвичев отвечает, «Я думаю, еще достаточно времени придется потратить, говорить об определенных сроках бессмысленно. И вот дальше, обратите внимание, если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется, дальше многоточие, конечно, будет дольше». Соловьев ухватывается за эту ремарку и говорит, «Украина, значит, только промежуточный этап, опять же, знак вопроса». Мордвичев отвечает, «Да, совершенно верно». Это только начало. «Я думаю, что всякие идеологи этой войны, они на этом не остановятся». Ну, вот так мыслит российское военное командование. Интересно, конечно, было бы задать генералу вопрос, кого он имеет в виду под идеологами этой войны. Да, да, да. Вообще, совершенно иначе смотрятся его ответы, если воспринимать это трезво, так сказать. Ну, да. Спасибо большое. Просто вот ум и настроение российского командования. Да, придется еще повоевать. Цвет настроения хаки. Юрий Федоров, военный эксперт, сегодня с нами был. Академия. 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 Академия.